Целый ряд высокопоставленных руководителей КГБ СССР в прошлом и настоящих руководителей ФСБ России в беседах со мной утверждали, что Владимир Вольфович Жириновский — это проект и продукт КГБ СССР. Когда шестая статья была упразднена Конституцией Советского Союза и партии надо было возрождать другие, кроме коммунистической, вас, в общем-то, из резервов своих они выдвинули и создали под вас либерально-демократическую партию. Это так или нет? Вы продукт КГБ, проект КГБ СССР? Значит, никакой связи нету, но когда началась перестройка, то Горбачев дал задание КГБ. Посмотрите, вот там создаются какие-то кружки и партии. Кто-то как бы более лоялен к стране, к КПСС, к армии и к вам, к самим КГБ. И там анализировали, приходили на все митинги-встречи, и они определили, что действительно я, выступая на любых тусовках, на любой вопрос, как относится к КГБ, я говорил, положительно. Как к Советскому Союзу? Положительно. К Советской армии? Положительно. И, естественно, вот проанализировав там за год-полтора, они дали докладную Горбачеву, что вот единственная партия, которая нормально, спокойно относится, это ЛДП. Мы, я. Они нас не создавали, они просто анализировали, что происходит. И Горбачев это докладывал на политбюро, там сидели, люди слушали. И он говорит, вот тут мне Кручков дал данные, вот тут есть такая партия. То есть он не дал вводную, что анализировали все партии. Он же дал вывод, что вот есть такая партия, которая как бы нормально относится. Поэтому те из политбюро граждане типа Яковлев, Собчак, они это все слышали, и они решили, сделали вывод, что КГБ и создало, так сказать. Я был бы рад, с удовольствием бы, они бы помогали, подавали бы деньги, это был бы плюс. Но, к сожалению, никто ничего не помогал. Но просто они, анализируя, сделали вывод, что единственная новая политическая партия, которая лояльно относится к стране, к государству, это вот ЛДП. Вот и все. Но это как приклеилось, и я даже обращался к ним, и, слушай, вы сообщите, что-то везде там первые два года, вот КГБ, 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 в том числе и КПСС, филиал КПСС. Филиал КПСС я лет через 10 только узнал, в чем завязка. У меня на первых выборах президента был кандидат в президенты, в вице-президенты, завидие такой. Он был коммунист. Ему, оказывается, дали коммунисты деньги. Три миллиона. Это почти триллиона долларов. Те брежневские деньги, они почти один к одному были. Так он-то их украл, он мне ничего не дал. А по линии управления делами ЦК КПСС проходило оказание помощи тем кандидатам в президенты, которые в состоянии бороться с Ельцином. Так прошло 10 лет, прежде чем я узнал, что действительно управление делами дали ему, но он-то мне ничего не дал. Я бы 108 деньги получил. То есть я 108 бы рассчитывал на поддержку КГБ и на деньги КПСС. Но ничего мне лично и для партии не было дано. Но это могло уйти в средства массовой информации, и вот начало расслучиваться. То КГБ, то КПСС, то еще что-то такое. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. Вот первый съезд провести было в марте 90-го года. Первый съезд мы провели, но дальше уже пошли страшные 92-й год и так далее. То есть денег не было никаких. Это вот очень сложная вещь. Денег не было, но, наверное, какая-то была поддержка. Вы упомянули людей в погонах, а я помню... Сперва они выдавливали. Они не знали. Сперва, а потом? Да. А потом я не знаю. Потом уже... Ведь как говорится? Наверху могут помогать. Вот Лубянка. А Сокольническое отделение КГБ, они же не знают позицию Верхов. Там же никто не вызывал. Ты слушай, полковник, там у тебя Жириновский живет. Ты эту партию особенно не трогай. Это ребята спокойные. Этого же нету. Вертикально наверху все решает. Вот. Они решают. Поэтому 90-й год, когда мы проводили первый съезд, то есть я пошел в здание. Это Дом культуры Русакова, трамвайное депо рядом. Прихожу к нему, говорю, дайте помещение. Он говорит, мы не можем, райком партии. Я иду в райком партии. Женщина была, кстати. Говорю, дайте нам помещение, новую партию мы хотим провести. Вот. Он говорит, вы знаете, в КГБ. Если КГБ разрешит, я не знаю, где КГБ в Сокольниках. Вывески нет у них. А по 0-9 нашел. Звоню. Говорит, ну, перезвоните нам через пару дней. Я перезвонил. Говорит, идите в райком партии, разрешение будет. А райком партии я пошел в ДК, дали команду, я снял зал. Политическое решение. А теперь деньги. А теперь людей собрать со всей страны. Вот. То, что КГБ, вот они разрешили. Вот. А потом, я же в конце 90-го ушел. То есть они до еще съезда просили меня выдать. Потом не давили. Но у них старое осталось в памяти руководство издательства МИР, что мог кто-то товарищи к нему как-то настороженно были. Потому что сперва-то меня просто задерживали. На Пушкинской площади, на Вопушкинской. В списках идет. Кто такой? Жириновский, издательство МИР. И звонят директору. Там у вас такое есть? Смотрите. Где-то он на милинги ходит с оппозицией, там, диссиденты и так далее. Поэтому у них сложилось уже такое отношение, что что-то товарищ... Я же не коммунистом. Не был коммунистом. Вот. Поэтому я это знал. И в конце концов ушел. И вот уже на освобожденной работе. Стал пробивать штаб. Там какие-то помещения, какая-то мебель. Все эти хозяйские вопросы. И страшный 92-й год. Это страшно. Консервы были. Я на работе ел консервы. И дома сухая колбаса. Вечером до утром. Зато 93-й, как мы выяснили... А 93-й праздник. Самый дальше шевый. Праздник, который никогда больше не повторится. Вот завтра 20... Я желаю, вы знаете, желаю, чтобы повторилось. В 21-м году. Да, вот потому что... Нам бы хотелось. 30 лет вашей партии. Вы зажигаете, как и 30 лет назад. Желаю, чтобы еще, как минимум, еще 30 лет вы зажигали. Спасибо. С вами скучно не бывает. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok